Все-таки я существует, я подобие Творцу, я существует. А как еще я определяю, кто такой Творец? А мы говорим обычно, что я, грубо говоря, подчищается, исчезает. Нет, нет, нет. У нас есть точка в сердце. Точка. Это часть Творца свыше, которая помещена в наш эгоизм. И вот эту точку нашу я все время развиваю с помощью обучения, работы в группе, в соответствующем окружении. И, соответственно, с этим растет мой эгоизм, чтобы показать свою противоположность. Вот эти два противоположных свойства во мне, они все время растут. Я забочусь, естественно, только о положительном своем свойстве, о этой точке, насколько она будет расти. И в ней я ощущаю, кто же такой Творец, его свойства. А противоположное к этому свойство эгоистическое все время растет, чтобы дать баланс. И вот между ними двумя я и нахожу вот эту дельту, разницу между мной и Творцом. И я работаю над ней таким образом, чтобы возненавидеть противоположное свойство Творцу, мое эгоистическое я, настолько, чтобы вырвалось настоящее требование к исправлению. И тогда приходит свет и исправляет. Что он делает? Он, в общем-то, действительно исправляет этот эгоизм и соединяет его с точкой в сердце, ну, которое тоже разбухает. И у меня получается средняя линия. Их симбиоз такой. Как сказать, их сложение. Сделал я это, достиг этого. И как только я этого достиг, сразу же в духовном пути нет постоянного состояния. Что я могу посидеть, отдохнуть, а тем временем только часы тикают, а я остаюсь тем же. Этого нет, часов нет. То есть я все время тикаю. И сразу же я должен идти снова на правую линию. А как я пойду? Поэтому от Творца левая линия все время растет. И благодаря ей я должен устремляться к правой линии. Он выводит меня из баланса в левую сторону, а я, относительно этого, устремляюсь в правую сторону. Если я ненавижу вот эту вот... Если я ненавижу эту, да, конечно. Но это зависит от окружения. Которое меня к этому подвозит. Которое все время должно меня держать. И вот так вот движение происходит. Продолжение следует...